Всех приветствую! В этом ролике я покажу, как определить тип УЗО и распознать электромеханическое или электронное. Ну, конечно, многие видели, что можно проверить батарейкой. Для начала проверим электромеханическое, либо электронное. Взводим УЗО и подключаем провода к одному из полюсов. В данном случае я цепи фазы подключил. Вот. Берем батарейку, подсоединяем и УЗО у нас должно отрубить. Выбивает. Значит, УЗО это минимум электромеханическое. Еще раз взводим, проверяем. Видите, выбило. Значит, УЗО электромеханическое. Не электронное точно. Так, для определения типа А или IC, выбивать у нас должно. IC у нас выбивает при одной полярности. Вот при это оно выбивает. А при другой полярности он выбивать не будет. Если IC, видите, включаю, а УЗО не выбивает. Это значит АС. То есть, работает только от переменного тока будет срабатывать. От пульсирующего он срабатывать не будет, поскольку при одной полярности он срабатывает, а при другой полярности не срабатывает это айси если узло типа а то срабатывать оно должно при обоих положений полярности батарейки и при этом соответственно и при этом должен срабатывать он не срабатывает в общем срабатывать при одной полярности айси а а оно должно соответственно срабатывать от двух полярностей и так и так и так все это определили теперь представим что это у нас электронное узло допустим и нам надо его будет проверить электро если не будет срабатывать при обоих полярности это у нас электронное узло то есть электромеханическое узло оно будет при хоть каком-то положении полярности у нас она будет срабатывать хотя при одном или при двух а А электронное, оно, соответственно, не будет срабатывать, потому что ему нужно внешнее питание. Теперь мы определим, как проверить тип УЗО А или АйСи, если, допустим, электронное. Но это универсальное УЗО, это электромеханическое, она будет как электронное тоже работать. Поэтому сейчас я покажу способ, как проверить тип А или АйСи, то есть тип А или АС. Ну, давайте сейчас я соберу и посмотрим. Итак, я собрал схему, подключил, то есть питание и подключил в диагональ моста. Нам надо, вине, контрольную лампу взял, лампу накаливания. Один из проводов я подсоединил к нулю входящему, а к другому я подключил вот диод 1N407. Вот видите, вот он. И сейчас посмотрим, будет ли УЗО у нас выбивать в обоих положениях. Давайте. Как видите, лампа горит, УЗО не выбивает. Видите? Значит, у нас УЗО типа АйСи, это точно. То есть при этом положении УЗО не выбивает. Как видите, не выбивает. Сейчас я поменяю полярмоз диода, для этого обесточка питания, чтобы не дёрнул током. Вот, полярмоз диода сейчас я поменяю. И посмотрим сейчас, как будет у нас работать. Подаю питание. Ну, давайте поменял. Всё, сразу выбивает УЗО у нас. УЗО, видите, это у нас УЗО типа АЭС. То есть срабатывает токнопеременные токнопульсирующие, но не срабатывает. Ну, срабатывает при одной полярности. Как видите, при одном положении диода у нас загорается лампа, то есть УЗО не реагирует. А при другом положении диода у нас УЗО срабатывает. Если бы УЗО было типа А, у нас оно срабатывало при обоих положении полярности диода. В общем, вот такой способ. Может кому-то пригодится. При определении электромеханического УЗО, или были электроны, и типа АЭС. В общем, у меня всё. Всем всего доброго. Ждите новых видео. Пока.